Кому не нравится, немедленно выключите, а мы продолжим. Что же мы нашли? Вы просто, вы просто охуеете, реально. Вы просто будете в шоке то, что мы откопали. Это пиздец, это пиздец. Надо ментов, наверное, вызывать или чек. Все, слышите, я сейчас сознание просто потеряю. Никогда, никогда не заказывайте посылки в Даркенсе. Это, это невероятно. Так, запись вроде пошла. Всем привет, меня зовут Никита. Мы захотели испытать каких-то очень острых ощущений, и, недолго думая, решили заказать что-нибудь, что-нибудь такое, знаешь, необычное, и чтобы это было связано с чем-то таким экстремальным. И нас посетила мысль заказать посылку с Даркнета. Мы через знакомых наших нашли один телеграм-канал. Он являлся посредником, через которого мы смогли выйти на человека, который позволил нам через себя заказать эту посылку. Цены этих посылок бывают разными. Мы заказали такой усредненный вариант. Цена нашей посылки составила 59 тысяч рублей. Только вдумайтесь в это. 59 тысяч. Мы скинули деньги. Три дня никаких сообщений, никакого ответа. Мы начали переживать. Мы ходили кругами. Мы думали, что все, нас обманули, что нам не вышлют эту посылку, что мы просто перевели деньги, что вот так вот мы лоханулись. Но через три дня нам ответили. Сказали, что посылка будет отправлена, что деньги пришли. И вот со всей вообще этой канители прошло уже как три, три четвертой недели. Уже почти месяц прошел. Сейчас время 5 утра. Меня разбудила смс, которые у меня прислали с неизвестного мне вообще номера. Ну, там находились три фотографии. И на этих фотографиях были изображены какие-то непонятные, какая-то непонятная местность. И какие-то, как я понял, ориентиры этих посылок. Я прям проснулся сейчас. Сейчас буду вызванивать своего друга, с которым мы заказывали эту посылку вдвоем. Мы оденемся подобающе, возьмем с собой какие-то там принадлежности. И пойдем по этим координатам. Я, правда, не знаю, куда идти. Я сейчас буду спрашивать у своих друзей. Я буду показывать им эти фотографии. Я надеюсь, на монтаже я их прикреплю. Это три фотографии местности. Вот. И мне кажется, друзья могут подсказать, где. Это точно где-то за городом. То есть это тоже наша область, потому что мы указывали, как ни странно, адрес. И как это сказать? Адрес указывали именно город. То есть, скорее всего, это где-то будет в окрестностях. В общем, не знаю, что из этого получится. Мне прям очень интересно. Это, наверное, одно из самых таких резких и будоражащих пробуждений в моей жизни. Мы с Яном вышли. Вышли забирать посылку из Даркнета. Это я вообще, я не представляю, что там может быть. Мне кажется, это будет просто вообще разрыв. Потому что, повторюсь, цена этой посылки 59 тысяч рублей. Мы потратили ебаных 60 тысяч. Ничего, вы где-то как бичи, блядь, с лобатами. Идем выкапывать непонятно что. Мы очень сильно переживали, когда перевели деньги нам. Три дня никто ничего не отвечал, не писали. И тут вот сегодня утром нам просто скинули координаты. Я вообще не знаю, где находится это место. Мы примерно посмотрели по картам. Я не знаю, как мы сейчас будем это все искать. Интересно послушать твое мнение. Что ты, вот как ты вообще относишься, вот вообще к Даркнуту и к таким вот вещам. Я говорил, что это будет какой-то бред наебалого, я не знаю. Вон, блядь, почта, ей деловые линии нам везут по ссылке. Я не знаю, это полный бред. Мы въебали 60 тысяч, чтобы получить что? Я не знаю, мешок земли? Что там можно положить? Блядь, а прикинь, а прикинь, там будут какие-нибудь человеческие части. Типел или еще что-нибудь. Я не верю в эту херню. Ты не веришь? А вдруг там будут наркотики или еще что-нибудь? А вдруг оружие? Представляете, если там будет оружие? Я не хочу сидеть в полиции с такой вот ссылкой. Неважно, короче, совершенно неважно, что мы потратили 60 тысяч на посылку из Даркнута. Просто самое важное это то, что мы получим охуительные впечатления. Прям, я надеюсь, у меня такого мандража давно не было. Это будет что-то крутое, реально. За такой контент нужно обязательно поставить лайк и подписаться на канал. Мы потратили 60 ебучих тысяч рублей на непонятно что. Сейчас сзади нас проехала полиция. Как раз с того места. Это вообще-то так жутко. Нам как раз идти туда и оттуда едет полиция. Мы вообще не представляем, что это может быть. А что если тут нашу посылку забрал? Ну типа, я не знаю, может подставка? Нет, нас ждут. Координации скинули только нам. А что нас ждать? Что у нас, лопаты воровать или что? Нет, ну типа мы выкопаем посылку и типа нас примут вместе с ней. Это лопата. Это я. Ну что? Что думаешь, что там будет? Ну вообще, я вообще не знаю, типа, ну мы потратили реально 60 тысяч. 60 тысяч купить эту посылку и что? И в итоге. Мне кажется, это вообще будет полная лажа. Мы отдали бабки, хуй пойми кому. Мне кажется, там просто будет мешок земли и все. И нам смайлик просто потом отправят в телеги. Не знаю. Опыт, ну мандраж вообще. Я давно такого не испытывал. По-любому это будет круто. Я, короче, прям вообще в шоке. Мне прям все нравится, круто. Ян вообще не верит в это все. Говорит, типа, все будет плохо, мы ничего не найдем. Там пришлют смайлик. Я не верю, мне кажется, там будут, я не знаю, чьи-нибудь руки, ноги, чья-нибудь голова или череп какого-нибудь, я не знаю, кота может или еще что-нибудь. А вдруг там будет оружие или еще что-нибудь такое. Обязательно ставьте пальцы вверх, пацаны, вообще это будет круто. В общем, вот мы подошли на примерную территорию того места, что нам скинули. Где-то здесь в радиусе километра или двух находятся три места. Три места, которых нам указали на карте. Не знаю, почему три. Посылку мы заказывали всего одну. В общем, меня вообще прям так трясет. Это очень круто. Это вообще, блядь. Блин, что это? Какой-то бункер или что? О, нифига тут грязь какая, жесть. Я прям катаюсь вообще. Давай, идем аккуратно. А что это такое? Что это за здание? Да, ну и грязюка здесь, конечно, вообще. Ноги просто проваливаются. Я нашел какую-то монетку. Здесь она орлом. Я знаю примету. Если орлом, значит это, я не помню, то ли хорошо, то ли плохо. Сейчас выясним. Ян подбираю. Сколько там, 5 рублей? Да, 5 рублей. Часть посылки уже отбили, считай, нельзя. Тут, короче, какие-то огромные следы. Здесь может даже водятся волки. Это жесть. Вообще, смотрите, какие они большие. Это вот нога человеческая. У меня 46 размер. Смотрите, какие они здоровые. Чем мы идем дальше, тем страшнее становятся эти следы. Они заставляют напрягаться. Мы в каком-то, короче, непонятном кургане. На улице, хоть и весна, и мы в Сибири, но здесь очень жарко. Посмотрите, по какой грязи я иду. Это просто, это просто нереально. Ян, мне кажется, мы в какое-то болото зашли. Это просто жесть. Сейчас не до шуток. Не надо расстегнуть с собой. И до нормальной дороги нет. Везде такое, везде. Мы вынуждены идти по такому. Кажется, что-то нашли. Это какой-то пакет. Но он не в координатах наших. Это, наверное, просто какой-то мусор. Да. Там ничего нету. Он пустой абсолютно. Ладно, идем дальше. Ну что, Ян, как ощущения? Мне уже это не нравится. Я теперь понимаю, почему он так снова застой. Тут. На самом деле, очень жарко. Я устал идти. Я вон даже снял с себя куртку досоской. Ну, мы, конечно, забрели какое-то болото. Или вообще, непонятно, что это. Ян ушел. Дальше меня. Я сижу. Отдыхаю. Невероятно. Подожди, стой. Ян, что-то говорит. Че ты говоришь? Че ты говоришь? Нашел ее. Блядь. Куда я залез? Ян, не слышу, че? Я туда нашел ее. Давай, быстро. Щас иду. Черт. Он нырет, что нашел. Ух ты, блядь. Он и правда, он и правда, что-то нашел. Я в че-то уперся. Подожди. Давай аккуратно. Давай. Я вижу, вижу, я вижу какой-то пакет. Уже можно доставать. Щас, подожди, я возьму камеру. А че завезли? Два ухваляют. А это мой у меня. Из кармана ухвал. Я же говорил, что нас не наебали. Вот, показываю место с фотографией. Вот, панораму, которую нам скинули. Вот это туалет. Да, туалет. Вот катушка. Бобина, да. Да, и получается, вот эта яма, там что-то есть. Получается, вот так была сделана панорама. И вот как раз тут находится яма. Вот пакет. Сейчас давайте, давайте сейчас мы соберусь, посмотрим, что там. Да, сзади. Нет, это что-то легкое. Бля, а че? Бля, да ну нахуй. Там что-то мягкое. Че это, фу? Да че это? Блин, оно не мокрое? Мокрое. Бля, оно мокрое. Бля, чувак, это пиздец, как стрёмно выглядит. Я не знаю, что это, твою бать. Как, кто будет уже открывать? Я не знаю. Давай на СУЕФА. Давай. Из первого. СУЕФА. Че, я открываю? А, нет, ты проиграл. Тихо, тихо, стой. Давай, подожди, давай помедли. Не ебаный в рот. Никто не знает, что там насыпано. Я очкуюсь уже. Я же говорил, не на ебка. Первую нашли, значит, и остальные две найдем. Я не знаю, что это вообще. Дай, потрогаю. Потрогай. О, чувак, там как будто собака дохлая, понял? Да, ну сильно легкая. Ну, может, не знаю. Не, ну да, она, глядь, грамм 300, наверное, вешает. Давай. Чувак. О, я прям че-то вообще очкую, че-то. Ну, 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 ну. Давай, 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 знаешь, как резко, да? Просто перевернем? Давай. Наверное, что, три раз? Два, три. Все, переворачивай. Че? Че это за говно? Это че? Это просто куртка. Это просто куртка и просто белая футболка. Все. Это футболка? Да, просто футболка. И просто куртка? Да. Все. И все. Подожди, я не понял. Я же говорил, нас наебут. Бля, прикинь. Шестьдесятку, шестьдесятку. Подожди, подожди. А прикинь, если это, короче, что-то с места преступления. Вдруг это куртка какого-то убийцы. Вдруг, вдруг это что-то, знаешь, типа вещдока. Это же может быть? Не, ну, в теории, да. Ну, тут нет никакой крови, ничего. Да, просто немного грязное. Ну, это же Darknet, здесь может быть что угодно. Чувак, я не знаю, я разочарован. Я думал, будет что-то, ну, прям крутое. Ну, шестьдесят тысяч, шестьдесят. Ну, подожди, может, это реально? Ну, а вдруг это какие-то улики? Вдруг это, я не знаю. Нет, есть ли улики, я не хочу с этим ходить у себя в рюкзаке. Ну, мы это положим в этот же пакет. Давай, окей, мы положим это в этот же пакет и пойдем искать третью. Хорошо. Потому что я вообще, я не знаю, что это за куртка. Хорошо, ладно, давай, так. Просто ничего не, может, сзади что-то есть? Она вот грязная, такое ощущение, что, смотри, в ней кого-то волокли. Это такая дичь вообще просто. Посмотрите, вот она куртка, вот она эта яма, блядь. Бля, я вообще не знаю, что думать, что Ян скажет. Я тоже не знаю, ну, блин. Хочется... Смотри, не наебали. Не наебали, ну, типа, окей, она лежит, есть первая посылка, окей, есть первая. Ну, может, это типа лайтово. Что-то лайтово, типа, первая, разогрев, она по маршруту самая первая. Дальше нужно идти глубже, далеко-далеко, совсем до следующей, примерно, еще километр. Но это уже будет совсем дикая глушь. И, может, там будет что-то серьезнее, а в конце вообще будет какая-нибудь жесть. Не знаю, успеем мы до вечера все это сделать, чтобы было все видно. Не знаем, что это за куртка вообще, что... Ну, пакет, понятно, пакет пустой, и там больше ничего нет, здесь есть только куртка. Но я думаю, что это какое-то вещественное доказательство. Это по-любому куртка убийцы какого-то. Не, ну, это точно что-то, это хуйня какая-то, подозрительно, подозрительно. За это точно надо поставить лайк, обязательно, лайк надо за такое поставить. Нас еще две посылки впереди. Все самое интересное только впереди будет. Ох, черт, это просто жесть вообще. О, можно лопату помыть. Ох ты, блядь. Чуть не упал, на. Блин, это вообще такая жесть просто. Везде одна грязь, какие-то невероятные просто лужи, блядь. Куда мы вообще идем? Здесь все изъезжено какими-то танками, какими-то БМП, это полигон, что ли, какой-то. Это капец какой-то. Тут вообще непонятно что. Что-то вообще написано, вот, опасно не заходить. И нам как раз вот в ту сторону. Просто жесть вообще. Где мы идем? Какая прикольная хрень. Кто-нибудь смотрел Ведьму из Блэр? А вдруг это тоже какой-нибудь оберег или что-то такое. Вообще жесть просто. Жесть, вообще какая-то лужа тут, колья. Смотрите, кто-то специально, походу, положил досечку, чтобы мы прошли. Походу, ребята знали, что значит мы в правильном направлении. Что-то мы уже вообще совсем устали идти. А еще целых две посылки надо найти. Нам надо оглядеться. Да, мы уже почти пришли. Где-то должна быть где. Подожди, Ян, стой. Вот оно, это дерево. О, точно. Нам сюда, нам куда-то сюда. Подожди, давай посмотрим. Может, есть еще какие-то знаки. Так. Блин. А, может, что-то... О, постой, смотри. Ян, смотри. Тут стрелочка, прикинь. Слушай, а нас позаботились. Это уже приятно. Да, это то самое дерево. А как нам сюда, значит, да? Ты не помнишь, откуда оно было сфотографировано? С какой-то из сторон. Не помню. Фотки на замке. Да, жалко, мы не догадались распечатать с собой фотографии. А, блин, тут шиповник прям. Смотрите, какой колючий. Жесть просто. Мы сейчас рискуем своим здоровьем, своей... Блин, чувак. Что такое? Ты посмотри, стой. О, да ладно, это что? Бля, это похоже на какое-то индейское, ритуальное... Подожди, что, это крыло, что ли? Да, это крыло, это крыло. Смотри, там кость торчит, бля. Чувак, чувак, нет, это херувая. Ебать жесть, чувак. А что это за... Бля, там что, кожа, что ли, или что? А, это тряпка. Это хуевая примета вообще. Мне это не нравится. Бля, смотри, прям чуешь, настоящее. Смотри, кость торчит. Еще и обглоданная, блядь. Фу, это вообще жесть. Ну да, смотри. Я не хочу это копать, это... Нам, чувак, мы 60 тысяч заплатили за такую посылку. Это, да, здесь земля раскопана, растоптана, все, да, это то, что нам надо. Просто жесть, это просто нереально вообще. Перчатка еще. Вот это, вот это уже вообще не смешно нахуй. Она еще и порезанная. Это детская порезанная перчатка. Ну, это вообще нихуя не смешно, реально. Не буду это трогать. Это просто жесть. Давай, давай, давай начнем копать. Давай. Слушай, мне реально стремно это копать. Это какая-то жесть. Ты просто представь, если эту девочку изнасиловали или убили. Ты просто представь, насколько это жутко. Это же Даркнет. Здесь может быть все, что угодно. Патя, вдруг там, блядь, младенец в банке или еще что-нибудь. Давай вот не будем сейчас нахуй этого резких движений делать. Да, да, тут такой же пакет. Да. Тут, короче, такой же пакет. Да, там точно такой же пакет. Вот он зеленый. Он лежит. Я, кстати, себе палец поцарапал. Ну что, все так же на суефа? За это надо лайк поставить. Давай на суефа. Давай. Суефа. 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 Все, я проиграл. Я, я, это. Давай. Я буду снимать этот мелод снимать. Давай. Бля, этот мелод снимать. Не, ну мне реально стрёмно. Мне вот просто стрёмно это доставать. Я даже не знаю, что там, блядь. Ну вот это детское... Вот это крыло, где оно вообще? Вот оно, блядь, смотри. Давай его еще раз снимем. Бля, ну это жесть вообще. Это просто вот торчит кость, блядь, и все, и... Не, ну это шоковый контент вообще уже. Я не знаю, нас не забанят за такое вообще. Давай посмотрим, что там. Я вот просто беру и потихоньку вытаскиваю, да? Блядь, это так стрёмно выглядит просто, это, блядь. Вот просто посмотрите. Я вытаскивал какую-то хуйню из ямы, где лежала вот перчатка и крыло. Это реально может быть все, что угодно. Блядь, это вообще жесть, бро. Но это тоже что-то легкое, мягкое, да? Да, это точно такое же. Я думаю, это тоже будут какие-то вещи или еще что-то. Наверное. Походу, это вся посылка с какими-то вещами. Я не знаю, но координаты третьей посылки были... Они совершенно в другом месте находились. И там как-то побольше, это максимально пустое место. И не знаю, мне кажется, что вот именно третья посылка будет прям самой важной. Да, чувак, мне тоже так кажется. Потому что пока что я не понимаю, что это за вещи. Пока непонятен вообще замысел. Давай посмотрим сейчас. Надеюсь, это не будет ничего. Че, пакет в пакете, блядь? Ну да, да, я так и говорил. Это вещи, это какие-то джинсы. Это что-то непонятное. Да, просто джинсы. Просто обычные джинсы. Просто, нет, они ношеные, смотри. Они ношеные, они грязные здесь. Это не какие-то не новые джинсы. Они грязные. Но я правда не знаю, что это. Может быть, это и правда какие-то улики. А что, если в конце нас ждет что-то... Вдруг там просто... Вдруг в третьей посылке будет оружие убийство, я не знаю. Или какой-нибудь фотографии жертвы. Это же вообще... Но пока что вот две посылки, они, я не знаю, я на 60 тысяч рублей. Мы с тобой за куртку и за штаны. Но это самые дорогие вещи, которые мы покупали. Это же не какая-то фирма. Это обычная Gloria Jeans. Да, то есть это не какая-то фирма. Куртка такая же, скорее всего. Я не знаю, давайте... Не, ну крыло это вообще жесть. Мне кажется, это что-то связанное с мистикой. Вдруг это какой-то... Я не знаю, попавший. Ну, это все равно меня не устраивает. 60 тысяч за такое, мне кажется. Самое интересное впереди. Вот давай. Последняя, последняя посылка. Третья посылка, она должна просто нас в шок повернуть. Я гарантирую. Если этого не будет никогда в жизни, я не буду заказывать. Ничего подобного. Да нет, мне кажется, это просто так. 60 тысяч рублей не могут потратить на джинсы с кофтой. Поэтому вот третья посылка будет прям, я уверен, 100% чем-то нереальным. Короче, идем вон по какой-то речке, что-то еще. Тут, короче, такой кайфовый лед. Его если вот так вот, короче, копнуть... Нет, здесь не видно. Я вот здесь пробовал. Вон, смотрите, какой. Вот типа я сып... Он прям вообще кайфовый. Вот что я люблю в этих всяких посылках, это в том, что всегда их так интересно прячут, что прямо вообще. Типа какие-то пути новые ты находишь. Что-то еще какой-то. Я вот никогда такого, да, не видел. Это круто. Все, я вижу, я вижу, мы нашли. Вот, вот это, это фотка, короче, которую нам скинули. Да, это был ориентир. Да, я помню, я помню. Вот мы только что сейчас посмотрели эту фотографию. Ну, короче, тут какой-то пляж непонятный. Какие-то бревна, короче, лежат. Ну, короче, какая-то... Бля, как в каких-то пиратах, реально. Везде такой этот песок. Фу, я прям так очкую вообще, я. Это вообще... Не говори, последняя посылка. Это прям какие-то бревна здесь лежат. Вот он, вот он, этот ориентир. Фух. Ну, прям реально, смотрим, там что-то дымится, смотри. Бля, что-то стрёмно нахуй вообще. Фух. Это еще один какой-то хреновый знак. Так, подожди, вот она, она была как-то здесь. Ищем, короче, так, тут что-то написано. Это не... Что тут, сос написано? Тут сос написано. Так, тут какие-то следы. Они... Здесь все и стоптано. Сразу видно, что здесь были люди. Так, я, походу, знаю. Бля, я, кажется, мы нашли. Фух. Но это... Это будет жесть. Так, все, давайте, давайте начнем копать. Фух. Всю, запись пошла. Пойдемте. Так, я понимаю, что где-то здесь. Да, я думаю тоже, что здесь. Уже, кстати говоря, похолодало. Судя по яме, она большая. У меня вообще... Целый день убили на поиск этих посылок, блядь. Слушай, я пока вообще ничего не вижу. Да, я тоже не вижу. У меня уже, знаешь, бандраж сейчас прошел. Да, да, да. Мне уже просто охота побыстрее с этим закончить. Да, я, честно, уже очень устал. Выкопаю. О, слушай, там что-то твердое уже пошло. Да? Да. О, я уперся. О, я тоже уперся, подожди. Может, это правда сундук? Я не знаю. Да, все. Упирается, слышишь? Нет, прям реально это не земля. Все, я вижу, Ян, я вижу. Видишь? Да. Давай сейчас, короче, просто выкопаем. Не будем пока открывать. Да. Просто сейчас выкопаем и покажем, что здесь. Такого меня жизнь не готовила. Ребята, это полный шок. Сейчас Ян докапывает, докапывает с боков. Вы просто, вы просто охуеете, реально. Вы просто будете в шоке то, что мы откопали. Даркнет. У меня трясутся руки. Он реально не подвел. Просто, просто. Я сейчас рядом обойду. Что, Ян, скажешь? Это все. Это жесть. Это жесть просто. Я вообще. Я реально. Хуебать, меня все трясет. Это, ну все. Я не знаю. Давай, давай, это отклеим. Ебаный в рот, Ян. Это пиздец. Это пиздец. Слышь, это пиздец. Это... Да ну нахуй. Это что, блядь? Да ну нахуй. Это кто, блядь? Это пиздец, блядь. Ян, это что такое, блядь? Я не знаю. Мы что? Ёб твою мать. Я надо ментов, наверное, вызывать или что? Да, я не знаю. Я просто... Я не представляю, что делать. Давай, наверное, пока ментов вызовем. Нет, нет, стой, стой. Стой, подожди. Я походу, я походу понял. Вот это вот. Вот это вот, это его вещи. Это, наверное, его куртка, его штаны. Давайте посмотрим, есть ли на нем обувь. Есть, да. Обувь, обувь есть. Да. Бля, Ян это пиздец. Я в шоке. Я просто не знаю, что делать. Я в ахуй. Даркнет это пиздец. Даркнет, даркнет это вообще, ребята, это просто... Это жесть какая-то. Это просто нереально. Мы в шоке, нахуй. Я такого не ожидал. Я такого не ожидал вообще. Этого не было вообще нигде. Там сейчас в яме лежит чувак просто какой-то, понимаешь? И я самое смешное, что я даже не знаю, откуда он. И кто он, и чё он. Это же вообще, это пиздец. Жесть. Вот мы его надели. Я просто... Это... Все, слышь, я сейчас сознание просто потеряю. Это вообще, это... Я просто... Я не знаю. У меня нет слов. Все. Это просто шок. Это все. Это шок. Че с ним делать? Я не знаю. Давай. Давай разыграем его в конкурсе среди подписчиков. Да. И комментариев. Можно. Давай. Я не думаю, что... Я не думаю, что он будет против. Я... В общем... Давайте разыграем. Вот это вот его... Сережа. Пускай его его Сережа. Да, это Серега. Че-то трясется он, блядь. Может, он заразный какой-то надо будет. Пацаны. Никогда, никогда не заказывайте посылки в Даркнете. Это... Это невероятно... Блядь. Блядь. Ёб твою мать. Где он там? Че с ним? Блядь. Короче, никогда не заказывайте посылки с Даркнета. Это вообще... Вот. Это полная жесть. Это... За 60 тысяч рублей. Это вообще... Конечно, это мандраж на весь день. Это невероятные поиски. Это очень много динамики. Это очень круто. И... Давайте мы сейчас его разыграем в конкурсе, Сережу. Пишите... В комментарии. Хочу Сережу. Да. И обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно лайк этому видео. И... Через буквально там недели-две мы разыграем, выберем... Ну, выберем случайный комментарий. И... Он получит Сережу, блядь. Ребят, это... 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 Это вообще... Это никто не ожидал. Дальше. Следующее видео будет еще интереснее. Обязательно подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки. Это... Это просто невероятно. Я... Мы в шоке. Мы просто в шоке. Ты жалеешь, что потратил 60 тысяч на таком? Я не жалею. Мы... Во всяком случае, мы спасли какого-то человека. Я не знаю, что у него за судьба. Кто он вообще. Но в любом случае, я надеюсь, мы найдем... В хорошие руки он попадет. Разыграем... Да, я надеюсь, Сережа попадет в хорошие руки. Да. Я же говорил, блядь. Я же говорил, что не зря, не зря. Что не могут они просто... Они не могут просто не положить туда что-то хорошее. Это... Да, ты прав. Даркнут удивляет. Даркнут реально удивляет. Обязательно лайк и подписка. Серега, Сережа, стой! А ну, стой! Стой, блядь! Куда побежал, блядь? Субтитры сделал DimaTorzok